Привет, друзья! Ну, я не буду вам рассказывать, почему не записывал влоги. Я думаю, вы сами всё видите. Новостная сводка очень богатая. И в эти дни я просто забил на видосы и не стал ничего снимать. Ну, вы, собственно, видите, я никуда не мигрировал. Нахожусь в Медведково, Москва. А то мне там прилетали, конечно, сообщения, как там погодка в Казахстане, в Грузии. Ну, вот пруф. Я в Москве, всё хорошо. Сейчас мы с семьёй поедем прокатимся, попьём кофеёк. Катя приготовила. Ну, в общем, не будем покупать. Взяли из дома, очень вкусненько. И... А, иди сюда, Катюш. Мы взяли куртку. Практически такой же, как у меня, чёрная. Офигительная. Это, ещё раз, стритбит. За 18 тысяч рублей. Вообще просто огонь. Наполнение пук-перо, то есть нейтральное наполнение. А в Стокмане мы смотрели по 50-60 тысяч куртки и синтетики. Так что это удачно. И она очень плотная и прикольная. Да, я тебе со стороны просто покажу. Она реально клёво выглядит. За такие деньги просто огнище. И штаны мне нравятся. Офигительные. Ну, там один прикольный такой магазинчик заприметили белорусский. Я вам как-нибудь покажу его, засниму. Так. Ну, что, погнали. Садимся. Так, ну что, заводим машину. Заряжаем батарейки для камеры. У меня вот такая штукенция. Это не та, которая пищит? А, нет, пищит другая. Не пищит. Пищит это на 220, которая, да. Ну и кофейок. Но потом показать, как ты его готовишь. Я сам не ожидал, что из пакетиков оно такое вкусное оказалось. Скажи мне. Да, я даже подумала, что промерка какая-то. На улице, конечно, погодка такое себе. Дожди 80, 90 и 100 процентов в ближайшие 5 дней. Так что приготовься к депрессухе. Ну, хотя бы температура более-менее приемлемая. 14 градусов. Ну, всё. Покатаемся. Поболтаем. Не знаю там, что у нас с влогом получится. Просто продолжаю снимать и жить жизнь. Как-то так. А, ну и посмотрите, насколько у меня много волос. Я уже не стригся. Очень долго. Ну, ты мне с боков. А вот эта вся махна, она как бы сверху, так и остаётся. Но я где миссию схожу? Или завтра? Мы сегодня плохие ребята опять едим в Макдональдсе. Вот, на Ярославке. Заказали всяких креветок, швимп-ролл, цезар-ролл, чизбургер. Ну, в общем, будем есть какашеньки. Ну, ладно, ничего страшного. Выходные можно разочек, да? Да ладно, в будни мы перестали есть каждый день. Ну, ладно, записываем. У нас видеоконкуренция. Катя тоже хотела какой-то кусочек снять. Ну что, вперёд, хрю-хрю. Я с Цезарова начну. Так, шёл 21 век, а Ольга продолжает смешиваться в одну кучу. И аутизм, и семейные ценности. Дается детям от нынешнего. Куча блогеров в семье, да. Одна манты у нас нормальная. Ну, давайте вы на разведку, а я пока расскажу, куда мы приперлись, зачем, почему. Давай. Если что, вернётесь, если вдруг там закрыто или ещё что-то. Ну, какие-то казусы. В общем, друзья, мы приехали в Сергиев Посад. Пора бы уже подумать о Боге. Я, конечно же, шучу. Мы хотели посмотреть на Лавру, но сейчас идёт очень сильный дождь. И мы будем ждать, пока он закончится. Вроде как, по прогнозу, через 50 минут он должен стихнуть, но не факт. А, вон, девчонки как раз ходят, бродят. Ну, сильный, сильный дождь. Я ещё сейчас не очень удобно одет. У меня тряпочные кроссовки. И стоит мне один раз попасть в лужу. Всё. Ну, и наверняка вам интересно послушать по поводу мобилизации. Что я буду делать дальше. Ну, давайте очень кратко постараюсь объяснить. Хотя я нахожусь в такой стадии неопределённости. У меня есть военник. Я не служил. Не буду вам показывать его, потому что тут личные данные, номера. Ну, поверьте, что он настоящий. Пока я, в общем, планирую оставаться в России. Наверняка вас смущает слово «пока». Но, опять же, чуть раньше я сказал, что есть какая-то такая степень неопределённости, непонимания. И плюс ещё я в ближайшие пару дней подам заявку через госуслуги. Потому что моя компания айтишная в реестре Минцифры находится. И сотрудники могут подать на отсрочку. Не знаю, что будет спустя 12 месяцев. Но будем смотреть и следить за новостями. Но, опять же, я планирую пока жить в России. А что будет дальше, хрен его знает. Девочки сейчас в пиццерии сидят. Серхио, пицца. Ну, и вроде как дождик даже подзакончился. Поэтому в ближайшее время пойдём вот туда. Ребята, ну давайте покажу, что заказал. Себе пене вот такое. Ну, то есть тут курица, сыр. Немножечко вливок. Девчонки по ке. Ну, и по коктейльчику вот такому. Тут красивое подать. Вот это единственное. Почему-то вот вам в тарелках обычных подали. Ну, вот как будто на вынос. Ладно, сейчас попробую. Классно, да? Вкусно. Как будто натурально прям вообще. Я надеюсь, натурально. Прямо в лицо. Ну, неожиданно приятная еда. Там прям очень вкусно. И знаешь, что, Катюш, я вспомнил, что Серхио, пицца, она находится рядом с нами. Да, прическа, конечно, у меня топовая. Вообще. Смотрю на себя в камеру. Катя там идёт, улыбается. Ничего, завтра подстригут. Я хотел сказать, что в седьмом или восьмом классе я сюда уже приезжал. И, конечно, офигел. Знаете, отчего? Это были девяностые ещё. То есть, конец девяностых. Школьником был. Все ещё гоняли на Жигулях, на москвичах ездили. И как-то я увидел, как поп выходит и садится в крузак. Вусоты или соты, не помню. И я такой подумал. Уже тогда. Что-то не так с нашей религией. Почему они такие богатые? Никого не хочу обидеть, но тогда это мне показалось странным. Ну и потом уже истории, которые в Инстаграме там сыпались. Наверняка, вот это видели. Как там попы и людей сбивают пьяные. И в роскоши купаются. Такая у них крепость здесь. Выглядит красиво, конечно. Но к религии я отношусь достаточно нейтрально. Чисто посмотреть. Самая крутая история про храмы, это, конечно, Саграда де Фамилия, которая строится на пожертвовании. Сколько там уже? 50 или 100 лет. По макетам Гауди. Я вживую видел это сооружение. Действительно, очень крутое. И сама ролевуха тоже заслуживает уважения. Ну, я про то, что исключительно на пожертвования строится. Прям сумеречная зона какая-то. Пойдем, блогер. И я блогер. Блогер. Смотри, Катюш, вот парковка. Я как раз в школе, когда учился, и вот оттуда вот так вот поп такой хоп-хоп-хоп-хоп и в крузачок свой. Зови маму, я хочу поснимать здесь. Ма! Мама! Чуть-чуть здесь посмотрим. О, и как раз крузачок едет. Дожовем. Держи, шанс, я даю твои ножки запишу. Можно? Зачем? Не хочется мне ножки твои записать. Просто иди. Ходим по аллейкам, рты раскрыли, воронки каркнули. Но нам не ускорятся, потому что мы не успеем, иначе все посмотреть. Уже темнеет. Будет немножко видно. Слушайте, ну я никогда не интересовался там историей постройки. Вот это все. Просто буду кадры какие-то показывать, а все остальное смотрите сами в интернете. Не знаю, как комментировать. Не знаю, как комментировать. Крипта. Не знаю, что такое крипта, а знаю, как говорится. Крипта Успенского собора. Блин, ну я и правда, ребят, просто смотрю. Мне визуально нравится и архитектура, но вся вот эта религия, она прям сильно параллельна для меня. А так симпатична. Вот это здание будто бы новострой. Я его не видел раньше. А все остальное, как было, так и есть. Что-то какой-то источник ухода. Ну что, вкусно? Боржово? Нормальная вода. Тут какая-то очередь. Сейчас узнаю, куда все стоят. Очередь в итоге к мощам. Много кого я не знаю. Я уже даже снимать не хочу, потому что дождь так усилился. Может быть, даже видно на камере, что капельки накапали. Ну как? Мне хорошо. И мне хорошо, когда тебе хорошо? Когда очки. У меня просто сейчас такой изморозь. Я ничего не вижу. И салфетки почему-то у меня не оказалось. Ну ничего, сейчас в машине все протрем. Там и сухи есть. Не потеряйте меня. Хорошо. Ну ты главное смотри на... Вот видишь, кто с камеры идет, вот придерживаясь этого человека. Ну там опять что-то трезвонить начали. Ну что, вы меня ненавидите? Ну что, мы должны тебя ненавидеть. Главное, мы сами захотели сюда поехать, сами настоялись. Не, я к тому, что я повел вас по длинному пути. Ну не увижу нам. Хотелось иногда. Срухнуть, ну ладно уж. Зато приключения. Зато приключения. Дайте мне, пожалуйста, салфетку. У меня глаз не видит. Тебе сухие, да, Дать? Да, конечно. На, побольше бери. У меня очки залиты просто дождем. Как-то так. Мы решили после Сергея Фасада заехать в торговый центр. Брату я хочу купить пауэрбанк какой-нибудь хороший. Он вчера заехался. Думаю ему подарить. И заодно котельки посмотрим. Он хочет маленькие, но при этом особо по мощности было побольше. Ну и банки зайдем там в какую-то футболку, какую-то так-то мелоча. Ничего серьезного. Залетели в технопарк. Увидел, что здесь уже продается Глупрошка 11. Может быть, когда-нибудь приобрету, потому что я свое X3000 где-то успешно протерял. Пауэрбанк. Не знаю, какую котюню выбрать. Либо вот такой. Базиос. Он достаточно тонкий, на 10 тысяч. И есть еще Ксяоми. Тоже на десятку. А брату я, наверное, возьму вот такой Ксяоми. Банк 3 Pro на 20 тысяч. Вот. Он 50 ватт. Вообще отличный. Есть ультракомпактный. Вот такой. Может быть, котюню предложить. Кать, смотри, иди сюда. К сожалению, его нет на стенде. Но тут есть прям молюська. Смотри, на десятку. То есть он толстенький, но маленький. Либо тебе тонкий нужен. А это тоже на десятку? Тоже маленький, конечно. Да, это тоже на десятку. Но не факт, что он маленький. Не, они не снимаются. Надо просить. Вот магазин, про который я вам с утра говорил. Белорусский. Где я в последнее время покупаю носки, какие-то домашние майки. Тут практически все из хлопка. Написано из Беларуси с любовью. Ну, прикольный магаз. Все тут и футболочки, и штанишки брал. Зайдите, посмотрите. Мы сейчас маме только футболочку возьмем. Мне ничего не надо. Носок тут полно. Всяких разных. И мужских, и женских, и теплых, и не очень. Ты решила другой цвет посмотреть? Я просто посмотрю, да. Не какая-то это... Моя штанишка. Так. Ладно, ладно. Вот, носки, которые тебе брала в прошлый раз. Вот такие. Сейчас цену покажу, сколько они стоят. Вот, 219 рублей. Да, цены тут вообще огонь. А носки прям офигенные. Я в них уже походил, постирал. То есть, они не протерлись. Прям вообще очень клево. И в будущем я тоже буду их здесь покупать. Есть даже более выгодный набор. Сейчас покажу. Просто мне оказалось размеры, Андрея. Вот такие я прям конкретно себе покупал. Только сейчас нет моего размера. Тут на 41-м все заканчивается. То есть, вот, 3 пары белые, достаточно крепкие. 449 рублей. Ну, кстати, смотрите, здесь термобелье появилось. Я пойду мужское вам покажу. Ну, прикольные, пастельные тона. Тут есть худи. Вот. Они тут с флисом. Есть и без флиса. Тоже прикольные. А, она тоже с флисом. Тут штанишки. Цвета. Ну, прикольные. Мне такие нравятся. Так что, если что, залетайте. Ну, что, сделаем обзор женских труханов. Чуть не уронила. Какие тебе нравятся? Ну, да. Вот эти, да, они неплохие. Кружочки забавные. Черт. Так у меня такие же, только они у меня сзади, как бразильянки. Ну, да. Ну, я понял, я понял. Я про рисунок, который спереди я не заметил. А, ну, тут еще, смотрите, на самом деле, много детских вещей, поэтому есть из черка выбирать. Вот такие мы купили мне. Вот, в клеточку и сзади бразильянки. Вот такие. И еще какие-то. Ну, вот они мне нравятся, которые ты вот сейчас показывал. Да. Ну, материал хлопок. Ну, мне и черные нравятся, только их тут особо что-то как-то нет. Есть черные. А, есть, кстати. Тоже бразильянки. Вот типа таких у меня тоже есть. Да, вот эти прикольные. Я даже сейчас цену скажу. 279. Я не знаю, где еще можно купить руси за 279 из хлопка. Кто кого перестреляет на камеру? Я угораю, мамке футболку сейчас выбрали 4x3. Я не знаю, что это записать. На меня села камера, поэтому будем использовать, что есть. Горизонтально только снимать. Да, я знаю. А где вторая? А, вторая у тебя? Да. Ну, она просто 2x3. Мамка как кинг-конг у нас. В общем, здесь почему-то некоторые футболки. У меня разделилась в камеру, поэтому я буду телефон записывать. Старше собой. 4x3. 4x3. Жесть. Действительно, как кинг-конг. Не, ну она тебе по размеру. Теперь можно записать, да? Ну, пожалуйста. Поставил Катьку сантиметром. Ну, где-то, кстати, 164, даже 165. Ну, у меня почти 163-164 было. Не, ты выше. Да? Точно, точно выше. Огонь, да? Опустили штаны, блин. Из-за того, что я камеру положила, они мне спустились прямо вот так. Завязываем. Потому что у меня без завязок, что... Главное, не перетяни. Не, ну ладно. И футболочку. Едем уже домой. Заказали пиццу в Додо. На вынос будем ее брать. Катька следит тут за пиццемейкерами. Говорит, что нашу пиццу готовил он так неопрятно. Ну, отвали. Просто так кидал эту колбасу. Мне кажется, у него уже просто рабочий день заканчивается. Он же просто хочет домой. Уже все равно. А что мы взяли в итоге? Мы взяли большую на тонком тесте ветчина и грибы. Мы взяли песто на традиционном тесте, но побольше, в среднюю. И мы взяли брулетики с корицей. Все так же дождливо. Достала такая погода. Какой-то туман уж на улице. Перед тем, как поехать домой, заехали, как обычно, в Леонардо. Взяли краски. Холст. И сейчас вам покажу, что тут мама рисует. Этими черно-белыми красками. Вот такие штуки. Абстракция. А тут одна она такая, да, мама? Или еще есть? Нет, остальные только заготовки. А, ну, тут еще заготовки. Я вам потом покажу финальный результат. А, ну и вот тут какая-то еще работа. Как она, мама, называется эта работа? Не знаю, она ляпала или покрасила. Как она так называется? И небольшая корризия у нас тут произошла. Мамка расстроилась. Мне тут стекло разбилось. Оно стояло вот так, как эта картина. Потом мамка со всей дурью вот так вот сделала. Нет, я не могу с дури. У меня столько дури нет, чтобы так хлопнуть. Ну, хватило. Ну, видимо, вот. Откуда у меня столько дури, чтобы стекло разбить? Ладно, не расстраивайся, я тебя найду, если что, что-то подобное. Сейчас будем есть пиццу и смотреть сериал по рассказам Александра Цыпкина. Беспринципная. Ну, да, что-нибудь лёгкое такое. Ну, так, а что там Катюни делают у нас? Не достал я вас своей камеры? А, ты пауэрбанк будешь достать? Ну, только единственное, надо с чем-то сравнить. Ну, да, с телефоном. Давай. Это у нас что, 12-й Pro? Да. Ну, вот такие они сравнения. Маленький, да. Булачок. И он очень лёгкий. Он сделан не из металла, а из пластика, потому что мы смотрели до этого. Он чуть пошире и длиннее вот такой, и металлический. Но он алюминиевый, да. Алюминиевый. И прям... Чё, завяжешь смотреть? Пицца стыдит. Идём. Так вот, тот алюминиевый, а этот пластик. Поэтому он очень лёгкий, и мне в сумочку он поместится. И вот эта камера вот так вот просто в сумочку, хоп, и всё. Вообще, шикарно. В рюкзак или в маленькую сумку он прям влезет. Да, надо сказать ещё, что ты перешла на RX100. Поэтому тебе поудобнее. Да, мне очень понравилось, удобно, комфортно, круто. И ещё что-то хотела сказать. А, то что у меня сейчас две есть, два аккумулятора, и у тебя ещё один или два. Два. Буду все с собой заряжать и брать, потому что эта камера очень быстро разряжается. Я сегодня за весь день использовала два аккумулятора, хотя я не так часто её включала. Очень быстро она садится. Ну, ты много снимала, я тебе хочу сказать. Ну, нет, я очень часто включала, засняла там несколько секунд и вырубала. Тут ещё, видишь, вот эти аккумуляторы старенькие, у меня более свежие. Если они прям совсем плохие, то можно их просто потом заменить. Да, ну, одного мне точно будет мало, поэтому вот несколько штук я с собой буду брать и менять.